Ассалам алейкум, братья и сестры. Сегодня я хочу вам рассказать про одного казаха, который совершил просто такой поступок, что родители этой русской девочки не верят своим глазам, что это произошло. Как выяснилось, такое бывает раз в 100 лет. И о таком, ребята, мало кто говорил. Но сегодня я все расскажу. Делитесь этим видео. Павлодорец спал жизнь 4-летней девочки из Москвы. У 30-летнего Ержана Досымжанова трансплантировали клетки костного мозга. Примечательно, что их 100% соответствие встречается крайне редко. Один шанс из 10 тысяч или раз в 100 лет. Уже несколько лет житель областного центра периодически сдает кровь. Как-то раз подал заявление на то, что готов стать донором ради спасения чьей-то жизни. Его данные внесли в национальный регистр стволовых клеток. И вот недавно они подошли ребенку с острым иммунодефицитом, который уже идет на поправку. Да, процедура длилась около 5 дней. Первые 5 дней это была подготовка. Кололи специальные препараты, которые провоцировали вывод стволовых клеток. Сама процедура длилась непосредственно 3 часа. Медики отмечают, что благодаря Павла Дарцу, ставшему международным донором, малышка из Москвы обрела вторую жизнь. Сам мужчина очень рад, что смог спасти ребенка. Я не видел девочку, это медицинская тайна, но очень хотел бы ее увидеть. Я бы порекомендовал всем по возможности быть донорами стволовых клеток. Это безболезненно, не несет никакого вреда здоровью, но может спасти жизнь другому человеку. Ну что тут можно сказать? Как говорится, в любой нации есть хорошие и плохие люди. Я, ребята, изучаю казахстанскую, так скажем, сторону и вижу то, что там очень много хороших людей. Тех, которые спасают, тех, которые помогают и все в таком духе. Да, есть там, конечно же, и плохие люди, как и везде. Например, я делал ролик, как в Казахстане одну девушку изнасиловали. Ну а тут же как бы это сделал какой-то там непонятный житель Казахстана, там же нации как бы не поймешь какая. Но помог, спас эту девушку тот же Казах. Говорю, ребята, то есть везде есть плохие, хорошие люди. Спасибо большое Казахам, что помогаете людям, невзирая какой они нации. Вот эту девочку русскую тоже вот спас этот молодой человек. Ему тоже огромное спасибо.